В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новые эффективные технологии обучения. Саровские педагоги стали победителями проекта Школы Русатома. Новогодние подарки в каждый дом. Стартовала благотворительная акция «Подарим детям Рождество». Хоккейный клуб Саров Инвест приглашает болельщиков поддержать команду в матче в Кстово. Далее расскажем обо всем подробно. 1 января аналоговое телевизионное вещание в стране прекратит свое существование. Россия переходит на цифру, а это значит, что обычные антенны на крышах домов не смогут ловить сигнал. Если телевизор устаревшей модели, то для просмотра телепередач придется купить дополнительное оборудование. О том, как быть тем, кто испытывает финансовые трудности и не может приобрести цифровую приставку, расскажем далее. Изменения в законодательстве в очередной раз столкнули пенсионеров к поспешным действиям. С прилавков магазинов электроники за несколько дней пропали почти все ТВ-приставки для устаревших моделей телевизоров. По закону для получения компенсации по этим покупкам, по словам Натальи Тимченко, руководителя управления социальной защиты населения Сарова, у соискателя должны сойтись три основополагающих фактора. Приставка должна быть приобретена с 1 декабря 2018 года, если доход ниже прожиточного минимума. И когда гражданин к нам обращается, пишет заявление, чтобы мы ему оказали материальную помощь, то социальные работники выходят к этому гражданину, составляют акт. И обязательно нужно признать, что гражданин действительно нуждается в этой приставке. По новому постановлению, сумма компенсации, которую предоставляет государство нуждающимся на приобретение этого оборудования, не будет превышать 1 тысячи рублей. Как объяснила Наталья Тимченко, повода для волнения и срочной покупки этих приставок нет. Директор ТКС нам сообщил информацию, что в Сарове, в отличие от других районов, отключение аналога от телевидения не произойдет ни с 1 января, ни с 15, ни с 1 февраля. То есть это не грозит, так как у нас сделаны определенные работы этой организации. И гражданам нет необходимости приобретать эти приставки. 95% жителей Сарова, по информации телефонной компании Сарова, которая отвечает за вещание телевидения в нашем городе, даже не заметит изменений. А остальные 5% – это частный сектор. При необходимости смогут получить компенсацию, обратившись в Управление социальной защиты населения по адресу Проспект Мира, 15, в кабинет 114, или по телефону 981-26 и 981-32. В Новоуральске подвели итоги конкурсной программы проекта «Школа Росатома». В финале приняли участие более 70 педагогов из 11 городов-участников сетевого проекта. Наш город на заключительном этапе конкурса представляли трое учителей и четверо воспитателей, двое из которых были удостоены звания победителей. Они примут участие в стажировке в лучших детских садах и школах России, а также сами проведут стажировку для педагогов из городов присутствия Госкорпорации «Росатом». Воспитатель 30-го детского сада Ольга Гуркина разработала собственную программу стажировки, которая рассказывает о развитии познавательных и коммуникативных способностей дошкольников с помощью игр, путешествий и интеллект-карт. Жюри признала разработку Саровчанки одной из лучших на конкурсе. Наша задача, как я считаю, обучить их в игре, именно играя, чтобы ребенок, сам того не осознавая и не понимая, учился, чтобы не было школьно-урочной формы, а все-таки больше игра, потому что детский сад и дети, прежде чем пойти в школу, они должны наиграться. Программа стажировки, созданная учителем 10-й школы Ольгой Королевой, также была удостоена диплома победителя финала конкурсов проекта «Школа Росатома». Разработка преподавателя истории и общества знания объясняет, чем отличаются принципы индивидуализации и индивидуального подхода к обучению. Индивидуализация – это когда идет процесс от ребенка, то есть мы прислушиваемся к нему и мягко, если это необходимо, можем направлять. Но здесь ребенок должен чувствовать, что он хозяин данной ситуации. Чтобы попасть в финал конкурса, участники проходили заочные и дистанционные этапы. А уже совсем скоро победители поделятся своим опытом с коллегами в процессе живого взаимодействия с детьми. Они сами проведут стажировку для педагогов из городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Дорога без опасности. Департамент по делам молодежи и спорта совместно с отделом ГИБДД объявляет конкурс творческих работ для детей и подростков – красный, желтый, зеленый. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы, в том числе и семейные, на тему знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах и улицах города. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства проверил готовность дорожно-эксплуатационного предприятия к снегопадам. Плановый осмотр парка показал, что к уборке города готовы 49 единиц техники, а на складах имеется свыше 5000 км реагентов для посыпки улиц. Также в Департаменте работает горячая линия, по которой граждане могут сообщить об участках города, которые нуждаются в уборке. Звонки принимают по телефону 992-18 и 993-38. В это воскресенье, 25 ноября, на сцене ресторана «Прем» пройдет джазовый концерт. Для горожан выступит известный в Сарове ансамбль «Джаз Бэн». Музыканты исполнят несколько десятков популярных композиций, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных слушателей. Концерт начнется в 18 часов. Забронировать стол можно по телефону 6-75-05. Духовно-научный центр Саровского монастыря приглашает на турнир по спортивному лазер-тагу среди школьников Кубок Александра Невского. Он пройдет в Центре военно-патриотического воспитания по адресу Проспект Мира, дом 25. Участие в соревнованиях бесплатное. Для этого необходимо оставить заявку в официальной страничке Центра военно-патриотического воспитания ВКонтакте. Игро-отборочная стадия стартует в воскресенье 25 ноября. Уже 8 лет волонтерский центр «Радость моя» организует акцию «Подарим детям Рождество». Добровольцы собирают денежные средства на подарки детям-инвалидам и детям из семьи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На пожертвования будут закуплены сладости, игрушки, книги. Все то, что делает новогодние праздники для ребят поистине волшебными и наполненными чудесами. Как присоединиться к акции «Подарить детишкам радость» расскажем далее. Александр Зубарев присоединился к волонтерам несколько лет назад. Для него акция «Подарим детям Рождество» проходит в третий раз. Мы одеваемся, вот тут можно видеть, в Дедах Морозов, в лесных зверей, зверюшек. Идем к ним домой, дарим радость, приносим смех и веселье, можно сказать. Как бы делаем детей счастливее, приносим праздник в их дом. На призывы волонтеров саровчане реагируют по-разному. Кто-то просто проходит мимо, а кто-то от души хочет помочь. Мы спросили горожан, что заставляет их принимать участие в акции. Для меня дети самое важное в жизни. На помощь детям. На подарки. На подарки. Это же дети, и я хочу, чтобы у них тоже был праздник Новый год. Я вообще просто участвую во всех акциях. Потому что я хочу, чтобы у детей был праздник Новый год. На деньги, пожертвованные неравнодушными горожанами, закупят подарки. Вручат их на Большом рождественском празднике в волонтерском центре. Тех ребят, которые по состоянию здоровья на торжество попасть не могут, добровольцы поздравят на дому. Второй сбор средств в рамках акции «Подарим детям Рождество» пройдет в первой половине декабря. Созвездие вокальных талантов. Воспитанники детской школы искусств стали победителями Всероссийского конкурса «Сияние талантов», который прошел в Арзамасе. Среди ста участников подопечной Анжелики Ермаковой были удостоены звания лауреатов первой степени. О том, как девочки готовились к выступлению на фестивале и кто еще удостоился награды, расскажем в следующем репортаже. На конкурс «Сияние талантов» съехались артисты со всех уголков региона. Саров на фестивале представили сразу четыре воспитанницы детской школы искусств. Девочки стали обладателями высшей награды в номинации «Эстрадный вокал». Этот конкурс стал для участниц главным событием осени. Со мной ездила мама, она очень меня поддерживала, говорила, ты молодец, все получится. Отдельное спасибо хочу сказать моему преподавателю, Анжелике Анатольевне, за то, что она меня тоже поддерживала, наставляла. На конкурсе «Сияние талантов» выступали не только юные артисты, но и взрослые. Среди них работники культуры и искусства, а также учителя музыкальных, академических и других школ. Дарья Кварта – преподаватель академического вокала в детской школе искусств. В Саров девушка приехала полгода назад и сразу занялась подготовкой к конкурсу. И не зря в номинации «Академический вокал» педагог заняла третье место. Выступала с двумя произведениями. Сверидова одно произведение было, и второе – Шапорина. У меня был концертмейстер, то есть я пою не под фонограмму, а пою живым человеком. Ирина Минеева. В следующем году воспитанницы детской школы искусства отправятся на международный фестиваль в Санкт-Петербург, где поборются за главные призы. Хоккейный клуб «Саров Инвест» продолжает выступление в высшей лиге чемпионата области. В этом сезоне саровские хоккеисты уже провели две встречи. 10 ноября наша команда на выезде сыграла с чемпионом высшей лиги прошлого сезона Ураном из Держинска, а 17-го на домашнем льду встретила гостей из Павлова. В третьем туре высшей лиги области клуб «Саров Инвест» сыграет со сборной Кстова. На выезде 24 ноября начало встречи в 13.00. Приглашаются все болельщики поддержать Саровский клуб. К другим новостям. Зима уже заявляет о себе первым снегом. Самое время подумать о новой шубе. Тем более, что в Ледовый дворец с высовкой ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть уникальная возможность приобрести шубку из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон, теплый енот и стильный кролик Рекс. Более тысячи изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». Приобрести шубку или куртку со сказочными скидками можно с 22 до 25 декабря. В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норковую курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке есть и старые акционные приложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей. И вот такую курточку из халфайбера по цене за 1 тысячу рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода. А ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7 тысяч рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделие из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплые изделия. Модели автоледи для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ака кожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет в зависимости от модельки мы делаем скидочки до 50%. Зимняя сказка в Ледовом дворце с 22 до 25 декабря с 10 утра до 19 часов. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство как лекарство используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры «Досуга внеф» начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры «Досуга внеф» от Снеев. С 22 по 24 ноября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досугарфе от Снеев с 22 по 24 ноября с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok